Мне кажется, нам, Екатеринбуржцам, даровано большое счастье. Мы живем на месте подвига святой царской семьи. И каждый день ездим на работу мимо храма на крови и можем перекреститься, помолиться. Мы собираем детей на архиерейскую божественную литургию на святом месте. Мы ведем детей крестным ходом на Ганину яму. Имеем таким образом центры притяжения, духовные центры нашей жизни. Но не это главное. Не стены храма греют душу. Главное то, что мы имеем рядом с собой самих царственных страстотерпцев. Мы постоянно чувствуем их близко, рядом с собой. Так же, как мы привыкаем опираться на близких нам людей. В разные моменты нашей жизни это может быть мама, муж, взрослый сын. А здесь святые. Святые мученики, которые близки к Богу, которые предстоят престолу Божию. И они нам еще больше родные. Они еще ближе к нам. Мы каждый день вглядываемся в их лики на иконе. Мы заходим в храм и первым делом смотрим на икону Спасителя, икону Богородицы. А потом среди святых ищем взглядом икону святых царственных страстотерпцев. И в каждом храме, где бы мы ни находились, даже не в своем родном городе, мы всегда привыкли оглядывать иконы и смотреть, так же ли в этом месте любят и почитают царскую семью. Когда мы знакомимся с девочкой по имени Анастасия, то мы с нетерпеливым ожиданием задаем вопрос, в честь кого она была названа. То есть все в нашей жизни так или иначе с ними связано. Мы много читаем о них. И каждый раз со страхом приближаемся к последней странице. Эта страница всегда связана с 16 июля. Каждый раз, думая, что злодеяние не может совершиться, эта страница всегда наступает неожиданно. И расстрел каждый раз совершается. Получается, что он совершается в нашем сердце. Мы удивляемся их подвигу. Может быть, самое удивительное в жизни святой императрицы Александры Федоровны — это ее ежеминутная жертвенность. нецарское качество. Кажется, что так жить невозможно. И оказывается, что так можно жить. И именно так и нужно жить. И когда ты это понимаешь и помнишь об этом каждый день, то ты оказываешься рядом с ними. А то, что они рядом с нами, это действительно реально в каждый момент. Может быть, это не связано с какими-то очень яркими историями. Хотя, конечно, таких историй множество. Но ты ощущаешь их поддержку. Наверное, можно сказать, что император к каждому из нас обращается «Солнышко мое». К каждому спешит императрица, чтобы перевязать раны. И все их дети, необыкновенно чистые создания, они тоже готовы в каждую минуту нашей жизни прийти нам на помощь. Потому что они так воспитаны. И все это понимают. 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 Продолжение следует...